Ну что, поговним? Так вот, да, не принимайте мои слова близко к сердцу, если тут в этом списке оказалась одна из ваших любимых книг, просто это мое мнение, и если я буду говнить вашу любимую книгу, так оно и есть. Все, давайте начнем. Итак, в принципе, первая книга у нас на сегодня это Стивен Чпоцкий «Хорошо быть тихоней». Это, кстати, была первая книга, прочитанная мною в прошлом году, поэтому с нее будет, наверное, логичнее всего начать. Эта книга мне абсолютно не понравилась, несмотря на то, что для многих это, кстати, такой шедевр подростковой литературы и все остальное, я был от этой книги в полнейшем просто смятении и смущении, потому что книга ничем для меня не запомнилась, там очень странный язык, я не понял вообще, в чем была суть книги. Если честно, все подростковые проблемы, они одни и те же, просто там меняются, может, и места, люди и все остальное, а так все у нас как раз-таки вот эти ячейки, семена проблем подросткового возраста, они одни и те же. И, как мне кажется, «Хорошо быть тихоней», возможно, и такая интересная книга для возраста 13-16 лет-тирая. Но для меня вот это вот было, конечно, очень печально, потому что тут 300 с чем-то страниц, и я все эти 300 с чем-то страниц думал, что что-то сейчас будет такое прям очень крутое, а на самом деле полкниги ничего не объясняется. Да и вообще, у меня есть обзор на эту книгу, поэтому, если вы хотите, можете его посмотреть, я оставлю его внизу. Следующая книга, точнее, это две книги из серии «Киракас. Отбор. Наследница» и «Корона», которые были четвертыми и пятыми по счету в этой серии, и что я могу вам сказать сразу, вы знаете, что «Киракас» явно не мой любимый автор, потому что серия «Отбор» первые три книги мне тоже не понравилась абсолютно. И тут я решил купить себе после поездки на отдых вот эти две книжки и прочитать их, почему бы, в принципе, нет, что там еще можно написать действительно. Действия происходят все в том же «Отборе», но на этот раз у нас тут девушка в главных королях, потому что феминизм, все дела. И знаете, я не говорю об этом как о чем-то плохом, если вы могли подумать, потому что мне что-то сейчас в голову ударило, неважно. Тут у нас главная героиня девушка, и, в общем-то, это шоу «Холостяк» в королевских условиях. Короче говоря, книжки дико примитивные. Я не знаю, как можно было растянуть всю эту историю на две книги, тут можно было и утянуться, в принципе, в 300 страниц, я вас умоляю. Но все довольно предсказуемо, все очень лежит на поверхности, даже не надо долго думать. Откуда-то взявшаяся там, кстати, гей-пара, это было вообще для меня неожиданно, хоть и не неожиданный плюс, хотя это было тоже достаточно предсказуемо, что что-то здесь не так. Так вот, все хорошие мужики, это... Неважно. Несмотря на то, что у меня был интерес к предпочтению этих книг, потому что я читал их днями и ночами, все равно это все в конце вылилось в то, что мне не понравилась ни концовка, ни какие-то вот эти вот все вещи, которые происходили внутри этой книги, потому что наша главная героиня металась, то-то на молоток другому, не могла найти баланс. И вообще все книги казались какими-то неровными весами, и ты в то время не думаешь, что как бы, черт возьми, может ты уже займешься этим, а может ты займешься этим, тут не хватает вот этого, а тут можно было поставить вот это. И, короче говоря, мне очень не нравятся эти книги, несмотря на то, что у этих историй огромное количество поклонников по всему миру. Кира Касс все-таки как-то изжила себя вот во время уже третьей книги этой серии, а тут еще четвертая и пятая, и я такой, ой, ребят, давайте без этого. Следующая книжка, которую я купил исключительно из-за обложки, потому что я думал, содержание, возможно, будет тоже такое же прекрасное, как и она, это «Сестры по благоразумию», автором является Гейл Форман, в общем-то. Эта книга была самым, наверное, главным разочарованием этого года лично у меня, потому что сейчас я быстренько прочитаю вам аннотацию этой книги вкратце. «Сестры по благоразумию» — удивительно откровенный и одновременно жесткий роман, который напомнит вам прерванную жизнь Сизена Крейса. И это первая книга, которую написала Гейл Форман, автор мирового бестселлера «Если я останусь». То есть из-за мной только аннотации, вы понимаете, что, черт возьми, эта книга может быть просто бомбической. А в итоге здесь целых 400 страниц бреда абсолютного, абсолютно тупых клише, никаких персонажей, просто дико... термище. Опять же таки, несмотря на то, что эта книга прошла в 2007 году, для 2017 года она была просто невероятно дерьмовая, потому что здесь собрано огромное количество клише, которые, ну честно говоря, не влияют ни на структуру этой книги, ни на сюжет, просто куча клише, собранных вместе, в одном месте и без места. О, как я завернул. Ты посмотри, подумай, что ты сидишь там? А я жду пока у тебя будет. Кадр один дубль, один Василий пришел. Здесь, да, на площадке. Следующая книга, о которой я вам расскажу, называется «Список восемьдествия» Дженнифер Армитроуд. И мы все знаем Дженнифер Армитроуд, она написала очень много книг, которые мы знаем и любим, но это не одна из них, потому что, господи, эта книга тоже была для меня полнейшим разочарованием, в плане того, что там абсолютно тривиальный сюжет, несмотря на то, что это должен быть такой психологический триллер с элементами ужаса и хоррора и всего остального, поэтому ужас и хоррор, по-моему, это одно и то же, неважно. Так вот, главный спойлер этой книги можно присутствовать в аннотации. Обложка вам скажет о том, кто убийца с первых страниц, поэтому я не вижу смысла покупать эту книгу, читать эту книгу, что-либо знать об этой книге, потому что она дерьмовая не только снаружи, но и внутри. Поэтому, ребят, я не знаю, буду ли я еще читать что-нибудь Дженнифер Армитроуд, но вот эта книга явно была полнейшим провалом, потому что внутри абсолютно непонятный пошлый язык, какие-то непонятные сюжетные детали в виде любовной линии, которая вообще, по сути, там была не нужна. Убийца предсказуемый, а в принципе, тогда зачем эта книга вообще нужна? Еще одна книга у нас на сегодня называется «Последняя звезда Рикоянси», и вы все знаете, что это заключительный роман из трилогии «Пятая волна», того же Рикоянси. Вся трилогия «Пятой волны» напоминала мне трилогию «Дивергента», потому что там все тоже начиналось очень круто, прекрасно. Ко второй книге мы вроде понимали, что происходит, а третья книга давала нам огромный по лицу. Так вот, да, эта книга произвела на меня тот же самый эффект, несмотря на то, что это самая тонкая книга этой трилогии, она абсолютно никакая. Дерьмовая, непонятная, я не знаю, кто-нибудь понял вообще эту книгу или нет, потому что я, честно, начало я читал очень долго, я прибирался через первые 50 страниц очень долго, и концовка меня абсолютно не устроила настолько, что я чуть не выкинул, не сжег эту книгу, потому что как можно было настолько изговнякать нормальное начало трилогии и привести его к вот этому? Я не понимаю, не знаю, я еще не встретил ни одного человека, которому понравилась бы эта книга. Мало того, что у этих книг была просто отвратительная экранизация, так ладно, еще и концовку бы он нормальный вывез, но нет, концовка все равно дерьмо, поэтому если вы думали, что «Пятой волны» стоит начать читать, читайте до конца второй книги. Вот это не надо. И последняя книга на сегодня у нас это «Последние записки красивых девушек», как бы это красиво не звучало. Так вот, эта книга оказалась тоже для меня полнейшим разочарованием, потому что книжка сама по себе очень тоненькая, тут еле-еле 300 страниц, но при этом сюжета в этой книге абсолютно ноль. То есть вы думаете, что там как бы такая загадка «Последние записки красивых девушек», наверное, какая-то интрига, нифига. Вот все, что вам нужно знать о книге, это обложка. Сложите тут 2 плюс 1, получится 3, наверное, не знаю, я в математике не очень силен. Так вот, да, книга абсолютно просто печальная. Опять 14-летние девочки, опять какой-то трафик кокаина, трафик каких-то проституток, сжигания каких-то трупов и все остальное. Короче говоря, некоторым людям не нужно просто писать книги, поэтому даже не пытайтесь. Тут еще из-за ночи по 17 плюс стоит, я так и не понял за что, наверное, за то, что там есть гора героина и чего-то еще. Не важно. И да, ребята, на сегодня у меня все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Я всегда это очень. Это Моран, спасибо, что все еще меня смотрите. Я вас невероятно сильно люблю. Напишите мне внизу ваши самые худшие книги или одну самую прям отвратительную книгу, которую вы прочли в прошлом году. Я хочу посмотреть, может, у нас что-то сошлось в этом списке. И, в принципе, да. Насколько я теперь знаю, в следующем году, точнее уже в этом наступившем, меня ждет огромное количество книг. Некоторые из них будут плохие, некоторые из них будут хорошие. О хороших я расскажу вам чуть позже. Но, насколько я знаю, Стейс Крамер начала продолжение 50 дней до моего самоубийства. Официально это подтвердило, поэтому, ребят, ждем, любим, скорбим. С вами был я, Энтони Улай. Главное, помните, застать все время себе, до чем во всем ваших начинаниях. Увидимся совсем скоро на этом же самом месте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok